Всем привет! С вами Интересный и Фикус. В прошлом видео мы сделали вот эту гигантскую колонку. И судя по тому, сколько человек посмотрел это видео, вам это очень понравилось. Поэтому сегодня мы сделаем тоже кое-что гигантское. Гигантский блендер. Блендер, друзья, и посмотрим, как оно будет перемалывать там все. А если ты не подписан на канал, нажми кнопочку внизу и подпишись. А мы погнали делать. В рэпера Гнойного вселяется инопланетный паразит. И теперь Дудю Гудкову и Фейсу грозит нешуточная опасность. Хочешь узнать, что будет дальше? Ссылочка в описании. Если ты не смотрел наши предыдущие видео, то я проведу небольшую экскурсию по нашему творению с предыдущего ролика. Мы делали гигантскую блютуз колонку, которая в прямом смысле слова работает через блютуз. Также от гигантской флешки. И этим всем номером можно управлять с помощью пульта. А также в вечернее время ее можно подсветить с помощью светодиодов. Ну, если ты хочешь посмотреть, как это все выглядит, можешь посмотреть предыдущее видео по ссылке в описании. Ну, давайте посмотрим. Первым делом нам нужно сделать чашу нашего будущего блендера. И для этого нам наше оргстекло нужно скрутить в бублик. Бублик, да, оно мощное. Это пока затруднительно, потому что оно очень-очень жесткое. Я думаю, что нужно вот здесь вот брусом как-то закрепить, вкрутить. Короче, сейчас что-то будем думать. О, это наша чаша. Кстати, она сейчас не прозрачная, но она будет прозрачная после того, как мы снимем пленку. Сейчас мы вырезаем круги для того, чтобы сделать дно нашего блендера, вернее чаши. И сделать крышку для того, чтобы вот эта вся каша, которая будет там дробиться, не вылетела нам на лицо. Смотрите, бочка вышла. Самодельная бочка. Какая бочка. Ну шо, пора наливать. Нам нужно 50 грамм красного масла размешать с бензином и залить в самый главный элемент нашего блендера. Это газонокосилка. Мало того, что у нас будет блендер уникален тем, что гигантский, у нас блендер еще будет бензиновый. Бензоблендер, прикиньте. Вот. И главным-главным механизмом будет, да, вот эта бензопила. Которую мы сейчас будем пытаться заводить. И вообще, я не знаю, может она не заведется. Ваше здоровье. Мне кажется, все мимо выливается. Я не кажется, да? Фикус у нас этот. Садовник-любитель. Что? Заводи. У-ху! У-ху! Друзья, это круто! Это наш будущий блендер. Это, ребята, будет корпус нашего блендера. То есть на нем будет стоять наша чаша. И здесь будет механизм, который будет переключать и включать непосредственно сам блендер. И немаловажно, чтобы этот корпус был очень крепким и надежным. Поскольку у нас чаша будет на очень много литров. Ну здесь будем перемалывать тыкву, ананасы. И морковку можно перемалывать. Свеклу еще. Короче, у нас будет тут такое огромезное вот это вот. Смузи. И так, друзья, на данном этапе мы уже приспосабливаем наш мотор, который будет вращать наше лезвие. И смотрите, мы додумались сделать так, чтобы оно было максимально герметично. Мы проделали в этой штуке отверстие ровно по контуру. И благодаря этому у нас вот этим вот все прижимается и герметизируется. А сверху уже у нас будет приклеиваться непосредственно наша чаша. Вот это. Вот, также у нас еще будет здесь такой рычажок, который будет включать нашу вот эту вот. Да, так я уже делал как-то. Вот, и это, соответственно, у нас тоже будет зашиваться вот таким вот синим материалом. Так что у нас все будет очень красивенько, эффективно и самое главное функционально. Знаете, я люблю не только лопать пупырышки на пленке, а еще снимать защитную пленку, как на этом оргстекле. Смотрите, какой оно прозрачный, как реально настоящий стекло. О, ты в отражении. Это же у нас такой блендер будет получается. Прозрачный. Реально, как обычное стекло. Как вы уже догадались, это низ нашей чаши. Ну, вернее, это у нас корпус, который мы еще обошьем. А сверху у нас будет чаша. И это, соответственно, дно нашей чаши. И так, к чему мы пришли, до чего дошел прогресс. Мы сделали вот такую вот штуку, то есть это наше лезвие, которое будет дробить пищу, которую мы туда будем закидывать. И сейчас мы решили проверить это дело, дабы избежать потом такого конфуза, если мы это все соберем, а оно не будет работать. Ну что? Я завожу. Есть, оно крутилось. Сделать? Да. Вау. Это круто, друзья. Значит, все будет работать. Та-да-да. Ну и последний момент. Это кнопка Ютуба. По традиции синим цветом. Кстати, на моей памяти это самая маленькая кнопка Ютуба, которую мы когда-либо делали. Ну, может у нас и была поменьше, но я такой не помню. Если вы помните, напишите об этом в комментариях. А еще, это кнопка нашего блендера. И когда она поворачивается, то у нас зажимается газ на триммере и включается наш бензоблендер. Ребята, мы сняли защитную пленку, и вы только посмотрите, насколько прозрачная у нас чаша. Она прозрачная? Да у меня окна не такие чистые, как эта чаша. И так наш блендер готов. Теперь осталось купить фрукты и овощи. Что мы там будем сейчас трабить? Превращать в смузи. И самым главным атрибутом нашего смузи будет бананы. Вот этого, наверное, хватит нам. Друзья, напишите в комментариях, сколько здесь килограмм. Как вы думаете? Но здесь очень много. Оно очень тяжелое. Мне кажется, эти весы для этого не подходят. Надо искать большие весы. А ну сколько? 21 килограмм. Я предлагаю для нашего смузи взять еще грушу. Серега говорит, что она жесткая. Мне кажется, она нормальная. Будет вкусно. Ну посмотрим, посмотрим. Самые мягкие выбирают. А я, друзья, беру мандарины. Потому что мандарины это круто, это вкусно. И они по-любому наши смузи улучшат вкус. Ну и конечно же яблоки. Лично я их не люблю. А Серега любит? Напишите в комментариях, любите ли яблоки любят? Яблоки. Яблоки. Груши. Мандарины. Сколько шкур. Сколько отходов. Это все мне под вишенку. Буду добрить. А еще у нас тыква есть. Тыква. Ну что, начнем нашу проверку? Я думаю стоит начать с мандаринчиков самого мягенького. Друзья, поставьте прямо сейчас лайкос. И это будет как бы поддержка тому, что у нас сейчас все получится. Да? И напишите вообще получится или нет. Потому что реально, блин, все должно получиться. Итак, крутим барабан. Первый приз видео магнитофон. Засыпай. Давай, давай. Реально крутим барабан. И все. Это все мандарины. Но я съел немножко. Что-то у нас сильно объемный получился блендер и мандарины упали даже вообще не видно. На, следующий лот. Давай. Бананы. Друзья, для того, чтобы завести наш агрегат, нужно открыть крышку. У нас есть даже ручка. Вот. Вот так вот. У нас чудо-блендер. Опа. Ой, там есть каша. Вон там. Ребята, вы только посмотрите. Оно реально перемололо. Там такая жижа получилась. Мы с Серегой решили проверить, что будет, если накидывать ингредиенты в рабочем состоянии. Тот момент, когда будет работать, да. Когда будет работать мотор. Сверху кидать. Представляете, как оно сразу будет прикольно. Поехали. Давай. Не попал. Давай. Давай, давай, давай. Ааа. Какой ези. Класс. Вот. Давай. Только не сильно. Давай. Давай. Давай яблоки, пару яблок кинем А тыкву, давай тыкву целую Уху, все, выключаем Ребята, вы видели, что здесь творилось? Это было фруктовое извержение просто И знаете, как бы оно ни выглядело, я хочу эту жижу попробовать Офигеть С легкостью сняли, как в любом блендере Вверх и сейчас у нас как будто бы День Благодарения И эта тыква уже как удюшка на День Благодарения Ну что, приступим? Какая однородная масса Знаете, я в последнее время очень часто ем детское питание И вот это на него похоже Это еще и получилось очень вкусно Прям кладезь витаминов Кстати, винт мы дезинфицировали И все мы дезинфицировали и мыли Поэтому мы с легкостью можем это есть Какой он жидко Главное прикус мандаринов Друзья, цель эксперимента была в том, чтобы сделать гигантский работающий блендер И на 90% он у нас реально получился Да, перемалован не полностью все Но в следующий раз, если мы будем делать Мы все недостатки учтем Да Обязательно поддержите лайком это видео Наши старания Напишите в комментариях, что в следующем ролике построить такое гигантское Да, обязательно подписывайтесь на канал Живите колокольчик, чтобы не пропускать новые видео Спасибо, что посмотрели этот ролик Всем пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok